Мотоцикл Сумо В Японии еще в 2006 году. Ему вообще не нужно топливо. Вместо двигателя магниты. А аккумулятор, как мобильный телефон, можно подзаряжать в домашних условиях за 6 часов. Развивает мотоцикл 150 километров в час. Зарядки хватает на 180 километров пути. Сейчас вам его продемонстрирую в работе. Дает энергию на подпитку этих аккумуляторов. Здесь литий-ионные аккумуляторы. Всего-навсего на 24 вольта. Доброе время суток. Сегодня я хочу поставить уже жирную точку. И закончить видео обзор Станислава Кускова о той примочке, которую он сделал для велосипеда. Точнее, как он назвал личный двигатель для велосипеда. Это не я придумал. Это он сам так назвал свое изобретение. Это личная его идея. Хочу показать, а еще хочу сказать и поблагодарить огромное количество моих подписчиков и тех, кто недавно подписались. И просто даже те, кто не подписались. Все выразили поддержку. Не поленились. Написали кучу комментариев. Около 350 комментариев. Где-то из них процентов 85, почти 90 процентов все позитивные. Все мне поддержали. Мол, не вешай нос. Вперед, все нормально. Двигайся дальше. Те, кто тебя страйкует. Это, как говорится, определенная группа людей. Ну, не обращай внимания и так далее. То есть я вам всем выражаю огромную благодарность за то, что вы меня поддерживаете. Спасибо вам большое. Я просто не всегда успеваю выкладывать видео разные, которые вы мне предлагаете. Но вот хочу сегодня уже закончить с этим обзором велосипеда. Вот, смотрим на продолжение и, наверное, что окончание. Здесь вот этот велосипед в действии. Как он работает с этим механизмом? Здесь этот механизм, я так понимаю, до конца он не доработан. Можно было бы поставить тросик и переключать с руля. А он рукой уберет и переключает его в режиме обычной езды и в режиме, когда он помогает ехать. То есть это усилитель того, чтобы легче ездить на велосипеде, скажем так. Опять же, все это нужно делать и проверять на стенде. Насколько оно... Или просто должен сесть человек, видите, как он еле так толкает, оно проворачивается. То есть минимальные усилия он дает. Минимальные усилия. То есть можем это наблюдать. Все это нужно испытывать на стенде. Обычный брать велосипед, ставить на определенные, как говорится, оборудование и замерять, какое дает он усиление. Какую помощь он дает. Сразу говорю, что это изобретение, оно... Ну, понятно, многие там написали, да это можно запатентовать, все что угодно. Типа такое уже есть. Сразу говорю, чтобы какую-то вещь запатентовать, это патентуется не за один день. Дается на комиссию. Комиссия проводит анализ, есть ли такое где-то изобретение или нет. То есть имеет ли оно, как говорится, какую-то не фейк ли это и так далее. То есть проводится специальная комиссия, которая как бы следит за этим, чтобы не патентовали всякую ерунду. То есть еще раз обращаю внимание, что эта вещь запатентованная. Вот. Он делает видеообращение. Ну, то есть здесь письменное обращение. У меня есть опытный образец, готовый для производства. Я предлагаю заинтересованным лицам спонсировать этот проект на взаимно выгодных условиях. Ну, тут его адрес, как с ними связаться. Я сразу говорю, это было опубликовано в 2014 году. Сразу говорю, что на самом деле, Станислав, зря стараешься. Думаю, большая вероятность, что до сих пор никто не взял на вооружение твое изобретение. И большая вероятность, что не будет. Нужно просто обращаться со своим изобретением в Европу или куда-то в Соединенные Штаты. Там, скорее всего, твоим изобретением заинтересуются. Здесь ты нахер никому не нужен. Я уже, как говорится, убедился в этом. То есть давно за этим наблюдаю, за всякими изобретателями. Кроме каким-то кулибином, ты здесь нахер никому не нужен. Правительство и имеющие деньги вкладывают в те вещи, которые халявно добываются денег. А в частности, если человек владеет капиталом больше нескольких миллионов долларов, не будет он вкладывать в такие вещи деньги. Это исключено. Они будут вкладывать то, где можно срубить по-легкому денег. Например, все, что связано с топливом. Бензин, керосин, солярка, газ и так далее. Он будет ставить какие-то заправки. Ну, то есть будут ценные бумаги, будут спекулировать. Но в изобретателе вкладывать деньги не будут. Это исключено в наших, как говорится, широтах. Мой тебе совет. Обращайся в Европу и там, возможно, ты получишь отклик. Вот, допустим, люди тоже делают какие-то изобретения. Видим, да? То есть, вот человек тоже какую-то разработку на велосипед разработал. Это уже европейский. Понятно. Совершенно другое отношение. И совершенно куча у него просмотров. Пишут комментарии, мол, молодец и так далее и тому подобное. Понятно, да? Вот еще одно тоже изобретение. Изобрели какую-то там необычную такую вот звездочку для велосипеда и так далее, да? Можем это видеть. Установка на велосипед. Понимаем, да? То есть, если мы будем искать и ждать здесь, то это будет то же самое, что и было с этим. Ну, было и есть. Вроде у него, как говорится, все там разворачивается, у него сайт, есть люди. Но пока это все буксует и стоит на месте, я также хочу сказать, подчеркнуть, вспомнить Шкодина, что его изобретением магнитного колеса никто до сих пор, я так понимаю, не заинтересовался. Вот его изобретение. Уже сколько лет прошло, это было изобретение разработано где-то в 2010 году. До сих пор. То есть, ну, реально крутое изобретение, я вам скажу, я просто в шоке. И оно здесь нахер никому не нужное. То есть, понятно, да? То есть, Шкодин со своим колесом так и остался. Он же не просто колесо сделал одно. У него стоит спереди генератор, задний мотор-колесо. И это, короче, КПД там очень высокое. Он фактически работает, сам себя питает. Ну, там, короче, очень сильно... Это, сразу говорю, это не то, что там вечные двери. Это не вечные двери. Там нету самозапитки, но очень и очень экономный. Чуть ли не то, что было с этим мотоциклом, помним, да? Вот. Мотор-колесо, оно мотоцикл японский. Тот, который я показывал. Недавно, буквально, в видео он делал обзор. Себестоимость его там около 2000 долларов. Но он запрещен в производство. То есть, в Японии. Вот это сейчас он на стенде испытывается. Вот это вот мотор-колесо на магнитах. Вот этот мотоцикл. Мотоцикл Сумо. Можем видеть. Мы только что видели его колесо. Он был продемонстрирован на выставках в Японии. То же самое, что похоже на то, что и у Шкодина. У Шкодина то же самое. Спереди стоит генератор, сзади стоит мотор-колесо. И у этого принцип тот же, что и у этого мотоцикла. Я, правда, не знаю, кто у кого перекопировал. Но суть у них почти та же самая. Не тот, не тот. Нахер никому не нужно. Никто это не будет производить. Понятно. То есть, ну как бы, вот такая вот реальность она. Так что все, я уже миллионный раз устал повторять одно и то же, что все эти изобретения в России, ну я не буду в России, в СНГ, в бывших странах Советского Союза, они нахер никому не нужны. Вот и все. Так что, Станислав, обращайся в Европу. Там, возможно, это будет все востребовано. Так что, вот такой вот обзор. Надеюсь, что это будет последний. Так что, всем всего хорошего. Счастья, удачи и процветания. Обязательно подписываемся на канал. Знаю, что очень много смотрят, но не подписаны. Ставим лайки и пишем комментарии по этому поводу, что мы думаем. Ну, вот и все. Счастья, удачи и процветания. Спасибо. Спасибо. Счастья, удачи и процветания. Продолжение следует...